Мир еще не оправился до конца от эпидемии COVID-19, как на пороге замаячила очередная проблема. Возможно, даже хуже коронавируса, супербактерия. Ученые уверены, что новая пандемия неизбежна, когда она втянет мир в новый виток неопределенности, лишь вопрос времени. Когда Александр Флеминг в 1928 году случайным образом открыл антибиотик, никто и не предполагал, каким последствиям в будущем это может привести. Препарат, без которого невозможна современная медицина, по итогу стал катализатором такого явления, как антибиотикорезистентность. Человеческим языком чрезмерное применение антибиотиков привело к устойчивости к ним у разных штаммов бактерий и патогенных микроорганизмов. Это стало причиной возникновения так называемых супербактерий. Бактерии – одна из первых форм жизни на Земле, зародившаяся почти 4 миллиарда лет назад. Эти микроорганизмы обитают практически во всех уголках нашей планеты. Только в одном человеческом организме живут триллионы разных бактерий. Часть этих микробов безвредна или оказывает положительное влияние на организм человека. Многие из них активно используются в промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Однако существует ряд патогенных микробов. Появление таковых вызывает неприятные и даже смертельные инфекционные заболевания. Например, чуму, холеру, менингит, сифилис, тафилококк, туберкулез и прочее. Для борьбы с этими болезнями и применяются антибиотики. Но все же откуда взялись супербактерии? Это все те же микробы, только мутировавшие, заполучив геном резистентности к противомикробным препаратам. Копнем немного глубже. Вне зависимости от вида в строении бактерий есть одна общая структура – ДНК. Микроорганизмы, способны из поколения в поколение передавать информацию посредством генетического кода. Например, устойчивость к противомикробным препаратам. Учитывая скорость их размножения, передача генома антибиотикорезистентности может происходить быстро. Устойчивость бактерий к противомикробным лекарствам – обычное явление. Усиливает выработку иммунитета у микроорганизмов к антибиотикам еще и то, что противомикробные препараты сегодня легкодоступны и используются повсеместно. Излишнее и неправильное применение дезинфицирующих и антибактериальных средств, антисептиков и прочих обеззараживающих лекарственных веществ при длительном воздействии на микроорганизмы вызывает изменения в их ДНК-структуре, что в дальнейшем и приводит к невосприимчивости бактерий к антибиотикам. Сегодня одним из крупнейших секторов использования антибиотиков является сельское хозяйство, растениеводство и животноводство. В животноводстве противомикробные препараты применяются для укрепления иммунитета, лечения и стимуляции роста скота. В растении и водстве антибактериальное лекарство служит в качестве защиты урожая от пагубных микроорганизмов. Эксплуатация антибиотиков в сельском хозяйстве приводит к их неконтролируемому распространению в окружающей среде, например, через утилизацию отходов или же через проникновение в почву и водные пути. В реки антимикробные препараты попадают и со сточными водами из больниц и фармпредприятий. В актуальных исследованиях ООН супербактерии были обнаружены в водных путях практически по всему миру. От реки Ганг в Индии до Кэш-Лапудр в США. Появление антибиотикорезистентных бактерий в водных артериях – огромная проблема, ведь реки являются важнейшим источником пресной питьевой воды. Другая причина устойчивости бактерий к медпрепаратам – бездумное использование лекарств людьми. Например, прием антибактериальных средств без назначения лечащего врача, лечение ими вирусных инфекций и как мера профилактики возможных осложнений бактериальных инфекций. Кроме того, есть и проблемы нерационального назначения антибиотиков врачами, но такие случаи достаточно редки. Так чем же опасны супербактерии? Чем больше бактерий подвергаются влиянию широкого спектра антибиотиков, тем больше шанс, что у какого-нибудь патогенного микроорганизма разовьется суперспособность. Как результат, появление патогенных бактерий, невосприимчивых ни к одному виду антибиотиков. Последующее лечение заболеваний становится невозможным. Яркий пример – в 2017 году в возрасте 70 лет от септического шока скончалась гражданка США. Причиной изначального заболевания стала бактерия клепсиелопневмония или палочка Фридлендер, устойчивая ко всем известным видам антибиотиков. И этот случай, к сожалению, не единичный. Ежегодно число смертей из-за резистентности к антибиотикам становится все больше. Ученые называют проблему антибиотикорезистентности бактерий главной угрозой человечеству в ближайшем будущем. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от устойчивости к антибиотикам бактериальных инфекций умирает около 700 тысяч человек. Статистика неутешительна и продолжает расти. ООН же прогнозирует, что к 2050 году число смертей, вызванных супербактериями, может достигнуть 10 миллионов в год. Еще в 2017 году ВОЗ был опубликован первый в истории список наиболее устойчивых бактерий к антибиотикам. В этот список вошло 12 патогенных микробов, представляющих потенциальную угрозу жизни человека. Публикация списка антибиотикорезистентных бактерий была направлена на стимуляцию проведения исследований и разработок новых противомикробных препаратов. Список разделен на три категории, каждый из которых присвоен свой приоритет. Наиболее критическая группа включает в себя микробы, устойчивые к большому количеству антибиотиков. Это вид бактерий рода ацинетобактеров, синегнойная палочка и энтеробактерии. Высокий же приоритет в списке ВОЗ назначен следующей группе бактерий. Вид бактерий рода энтерококков, золотистый стафилококк, хеликобактер пилори, компилобактер, сальмонеллы и гонококк. В третью же группу среднего приоритета антибиотикорезистентных микроорганизмов попали пневмококк, гемофильная инфекция и шигелы. Но есть ли какие-то методы борьбы с супербактериями? Супербактерии с нами уже давно. Есть и список наиболее устойчивых к антимикробным лекарствам бактерий и неутешительные прогнозы на будущее. Названы причины и факторы их появления. Ученые к проблеме относятся серьезно, предлагая меры для профилактики распространения супербактерий. Это прием антибиотиков по назначению врача и отпуск лекарств по рецепту, улучшение качества интерпретации анализов и рациональное назначение лекарственных препаратов. В феврале 2023 года ООН опубликовала доклад по супербактериям. В нем организация настоятельно призывает страны и международные организации активно начать борьбу с уже имеющимися последствиями применения антибиотиков. Поскольку главным фактором распространения пандемии было названо загрязнение антимикробными препаратами окружающей среды через точные воды, было предложено начать очистку водных путей от антибиотиков. Еще один путь борьбы с супербактериями создание более сильных антимикробных препаратов, но на их разработку исследования и внедрение может уйти около 10 лет. Однако это не решит проблему, а только ее отсрочит. Поэтому ученые предлагают более научные методы противостояния, изучение причин возникновения у бактерий устойчивости к лекарственным препаратам и систематическое наблюдение за этим процессом, и как следствие уменьшение распространения антибиотикорезистентных бактерий. На этом на сегодня все, а если хотите узнать больше истории прошлого, заходите на мой канал, там вы найдете много интересных видео.